Царю Небесный, Удержителю души истины, Ижи везде сын, и вся исполняй, Согновище благих и жизни подателю, Прийди, вселися вны, и очистины от всяких скрены, И спаси блажен души нашу. Господи, благослови наши занятия, Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного и правильного понимания божественных слов Твоих. Прибудь с нами в этот день прощенного воскресенья. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сергей часто молится и говорит ни направо, ни налево. Правое это означает правое. То есть то, что написано в Библии, добавляет предание, было так, во сне видели, и ради благочестия, чтобы не уклониться туда. Точно Слово Божие. А налево это сектантское отрезать, 11 книг выбросить, каноны не нужны, жития не нужны, труды святых не нужны. Это налево. У нас определенно, четко здесь написано. Так вот, я небольшое отступление сделаю. На этой неделе, 4 дня, будет считать покаянный канун Андрея Критского. Где остальные? Заходите все сюда. Все сюда, быстро. Да, в любое место найди. Вот, садись рядом с ним. Можете пройти. В первую очередь, почему он его написал? Что интересно, в Москве Югумена, архимандрита, не знают, спрашивают, да как, покаянны. Ну, с чем вызваны? Я говорю, ну, 50-й псалом считаете, да, самый популярный псалом. Не у нас только, но во всем мире, во всем мире, 3000 лет, по кануну Давида 50. А чем он вызвал? Падением. Имея 10 жен, он с крыши у меня в другую красавицу. Чем она понравилась? И он не поставил. Сейчас жена. Ему говорят, Урия хитиянин, у тебя хитиянин, это не еврей. Это нанимали специально других, чтобы другими они не могли сойтись. Это были абсолютно преданные люди, как вот дикая дивизия Николая Второго. Своих генералов все изменили, а тот нет. Их два человека, которые не поддержали отречения Николая Второго. Так и этот полковник по-нашему. Страшно смелый. И Давид отпустил его на фронт. Это его жена. Ну да. Так, видите сюда. Он на фронте, там ничего не узнает. Ну, свои жены. Да приелись. Мне нужна другая кровь. Начинается разговор. Он узнал, что. Ну, отпустили, узнал-то. Затащил постель. А дальше она говорит, грех там искрыли с тобой, царь Давид-то. А он растет внутри меня. Ее видно, что она уже в положении. И он еще не додумался, как вызвать ее с фронта, чтобы он переспал, и тогда на него сказать, что от тебя... А он предан ему, как пес. Сказал, иди домой, даю тебе краткосрочный отпуск. Слуги говорят, не пошел домой? У тебя у дворца, где там наружная стража, налег на крыльце и лежит. Вот это да. Что через меня не перешагнете. За Давида душу отдам. Давид говорит, напойте его вином тогда. Гуляете, все, и пьяного столкните. Приходят и говорят, напился пьяный, и не можем вытолкнуть. Пришел на крыльцо, лег и лежит. Это придумать нельзя верность. И он понял, ничего нельзя сделать. Тогда пишет письмо. Вы город берете, штурмуете. Это на самое опасное место, вот этого, кто принесет письмо, поставьте. И когда он бросится в атаку, он первым на лестницу лезет, сразу отступите от него. Его убили. И когда ему сообщили, все теперь законно, жена, заходи. Но представим, что-то сделал Сталин. И кто-то бы ему сказал, а Сталин делал похлеще еще. Если Холокост 6 миллионов, то Сталину угрохло 66 невинных своих. Гитлер-то, кто претендовал на мировое господство, евреи там, у них же мировое владычество, и Гитлер тысячелетний рейх. И вот здесь нашелся человек, который, если бы во времена Сталина было сразу бы в Голокове, даже не увезли никуда, расстреляли бы. Берия помог бы. А здесь не так. Вдруг приходит и вот близкий друг, пророк Нафан, не Нафанаил, Нафан. И говорит, царь, жалоба какая? Ну, несправедливо тут поступили-то, но решить так только, не знаем, как. Ну, он у нас начинает в виде притчи говорить. Жил один человек, у него овечек много было, все. А рядом жил один такой бедный человек, у него одна овечка была, она в доме была, как собака, как ласкается, все. Она на груди у него спала. Ну и что? Ну, а дальше тут нехорошее дело, я уж что тебя сорю буду говорить. Я думаю, так было. Ну, говори, начальник. Ну, к тому пришел гость, ее ни одной овечки не заколол, а сказал, возьмите у него, заколите. Он как, смерть такому. Он говорит, вот это ты, сколько жен у тебя было? У того одна была, и ты отнял. Вот что бы сделал, Сталин, когда так сказали, все родство, Надежда Аллилоевой, все под нож пустил. жена, которая у нее застрелилась, еще у гроба, он говорит, да хоть одна цариса, делали ли так, чтобы себя застрелить-то? Ну, какая она цариса? Бандит ты такую же нашел. Это ты. Он давить даже не стал говорить, все перед глазами встало. Два смертных греха, и заоба должен умереть. Пригород он правильный вынес, но только не в притче, а в реальности. Если кто жанужей, женщиной, прелюбодей, то другое, но и она была повинна. Почему? Если она не кричала, предайте ее смерти. Не кричала. А почему она не кричала-то? Чего она боялась? Или он ей понравился, кучерявый, белокурый, юноша, каким он был. Ну, а второе, ты его убил. Он ему сказал, не я, это там стрелял снайпер, это там женщина жорным сбросила на него. Ты убил. Письмо ты писал. Согрешил я. Вот тут-то все и наступило. И он сразу говорит, Бог простил тебя, но без наказания Бог тебя не оставит. Почему он не сказал, ты в смерть, и ты должен выйти на ашапот? Ну, это, конечно, не хорошая пословица, но когда у греков так поступали, так говорят, что положено Юпитеру, то быку не положено. Если это прелебаяние сделал обыкновенное, можно, а царь вроде бы, говорится, золотой каемкой ему подавай. Ну и все кончилось. Я согрешил. Дитя умрет. А он к нему привязался, души нету. И помните, как он постился? У Андрея Критского та же история. Но если так разбираться, то может быть даже и больше было. Шла смертельная борьба не между одним человеком, а между ересием. И он подписал Анапиму Шестому Силенскому Собору. Вот первую часть все священники знают, а вторую, кто подписал? Андрей Критский, архиепископ, поставил подпись Анапиму Шестому Силенскому Собору. А потом Бог ему открыл разум-то, поднял здесь, и он теперь начал. И он написал вот этот канон. Здесь считают, я, может быть, пересчитать надо будет, 254 события, которые говорят. Вот Адам сделал так-то, и он согрешил. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. И дальше. Это Ева дала. И как бы не Ева, о, горе-то какое, помилуй меня, Боже, что женщин слушаемся. Третья. И вот начинают он все события и помилуй меня, Боже. И этот канон считает, читает в храме 1200 лет. Почему? Здесь столько вопросов. Я стал задавать вопрос. Но это канон-то для оглашенных, для людей, которые смертно согрешили. Почему я должен его читать, так когда ко мне он никак не относится? Надуманно можно сказать. Но тут-то все говорится о человеке, который Бога не знает. Почему этот канон? Считать одна ступенька. Молитва-то трех ступеней. Первая простительная, вторая благодарю, что просил. И третья аллилуйя. Я спасен. Аллилуйя. Слава отцу и сыну и святому духу. Почему на три-то не описать на три ступеньки-то? А почему до вас не писали? Меня тоже трепет за это. Откуда я знаю? Я могу ответить одно, что я еще не родился, пришел и написал. Что я могу сказать? До меня никто не написал. А как это? А так. Первый, вот этот, его считают четыре дня. Понедельник, Толик, среда, четверг. На первой неделе. На пятой неделе буду считать его там в среду. И считать в один вечер весь канон. Мне это невообразимо. Я скажу сто процентов. Тысячу двести лет никто не знает о чем считает. Помилуй меня Божий. Тут понятно. Прицепляется. Помилуй меня Божий изменял. Помилуй меня Божий воровал. Помилуй меня Божий блудил. И все это ну а там к событиям. Как Давида просил меня прости. Вот как Лотова жена оглянулась и я как свинья оборачиваюсь куда бы где мирское боюсь оставить. Ты его простил меня прости. Вот такой вот. Я считаю эти же самые события пятьсот двести там пятьдесят четыре взять и поднять на вторую ступень благодарения. Господи. Ты вот Адам согрешил. Там говорится помилуй я такой же. Господи я такой же. Но ты его смерти не предал. Ты дал время для покаяния девятьсот пятьдесят лет. Благодарю тебя мой Господи. То есть все что тут говорится вытянуть на вторую ступеньку. И составить. Ничего не меняю. Все события все. Только припев другой. Ну конечно предыдущие слова. А третье словословие. Господи. Ты не погубил Адама. Ты простил его. Он благодарен тебе. Но ты как в Адаме все умирают во Христе живут. Ты сказал верующим не иметь жизнь вечную. Я ничего не могу сказать. Аллилуйя. Слава тебе Боже наш. Слава тебе. Это же самое событие. И все говорят почему раньше не было. Интересно. Интересно. И вот я выправил один канон. Это покаянный. Это благодарственный. Вот он я. Кто у меня тут. Вот оно. Покаянный. Видишь? Нет? Посмотри. Я сейчас немножко покажу. А вот словословие. И вот я сейчас покажу хотя бы ну некоторые. Так. На вскидку. Заключилось небо для тебя душа и голод от Бога послан на тебя как некогда на Ахава за то что он не послушал сослов Ильи Песпитянина но ты подражай вдове Сарепской напитай душу пророка и дальше помилуй меня Боже а тут благодарю тебя Господи Боже ничего больше нету и дальше точно так же Илья попалил некогда дважды по пятьдесят служителей из Авели когда истреблял гнусных пророков ее в обличении Ахава но ты душа избегай подражания обоим и крепись в воздержании благодарю тебя Господи Боже мой третье словословие эти же самые события на словословие поднимаются как разодрал я первую одежду мою которую вначале соткал мне создатель и оттого лежал обнаженным благодарность тебе всегда за спасение мое слава тебе Боже наш слава тебе вот теперь ты говоришь у нас считал это всегда руководил Игорь Владимирович Дыбунов ну лежит в больнице там с коленями у него что-то неладно так вот первый покаянный и вот посмотрите где он в церкви лежит там обязательно есть и теперь ну не надо дотошным таким быть но раз в 4 дня значит в церкви будет считаться одна четвертая часть во вторник вторая часть третья и четвертая то есть покаянный тот канон который в церкви во всех храмах считается он разбивается на 4 части а на пятой неделе в среду вечером будет считаться весь тут понятно ну и говорят это 4 часа раз 4 дня и сказали ну всем понятно сказали считай евангелие от Яна но только каждый день считай по четвертой части ну еще там смотри сколько у нас главы разные по страницам раздели все господь за то что я больше просчитал или меньше в общем результат один и тот же вот теперь здесь и говорится он разбил даже где среда где четвертая вот она среда понедельник торик вот сюда входят а вот сюда среда и четвертая найти где здесь среда и вот на каждый день в которых это есть теперь-то нам нужно на 3 ступеньки еще разбивай на 3 одну сейчас оттуда считай нам-то нужно допустим 3 страницы 3 страницы на завтра посчитать ну 30 страниц 30 мы сказали 30 а раз 3 ступенчатые считаем 10 страниц считай из покаянного 10 из благодарственного и 10 с этой получилось 30 вообще ничего нет сначала разбить на 4 части а потом каждую эту часть разбить на 3 потому что у нас 3 канона первую разбили по дням а когда в последний а в последний как разбили на вот у них разбили канон там полностью считается а у нас на 3 ну и поэтому тот канон покаяни там на пятой неделе поста по тройке бери получится стариком по третьей части первую покаяну одну треть а на третью если 30 страниц то 10 теперь здесь с 20 с 10 до 20 а здесь с 20 до 30 и все мы захватили все события ничего мы не изменили никакой ереси мы не внесли а дальше все запевы все а тут даже так последним иногда считается все 3 помилуй меня боже помилуй меня благодарю тебя господи что спас слава тебе боже после три запевы идут иногда вместе то есть мы ничего не теряем меня больше всего интересует здесь сегодня что всегда всегда это уже с 5 века Мария ну это ирисская и ей никто никогда не подражал и подражать нельзя она не жила даже полдня по-евангельски она вообще ничего не знала была страстная и не ради денег а просто не могла насытиться в блуде и она себе это говорит не мои это слова то есть ну женщина за деньги там называется другим именем когда она зарабатывает телом своим а это нет просто так ей нравилось это куда столько народа идет до молодых много едут в Иерусалим на поклонение и я с ними а билет где она показывает где у нее билет и она дорога рассчиталась со всеми водителями родителями пришла туда в храм божий эта история говорит а и отбросила ну и дальше уже тут притом ее биография написана не из первых уст а она встречает Зосиму который опешил буквально увидел женщину оказалось это женщина она не приближается у нее одежды то нету а в пустыне соткать не ищего но однако он ей бросил отвернулся она надела там что-то хитон историю это все рассказывал Зосима но он это таил притом она ему рассказывала но ничего не записывал в первую очередь магнитопон с собой не взял забыл или как что видик не взял не заснял и поэтому ручаться на сто процентов что он запомнил никак нельзя плюс к тому что он пять лет молчал пять лет молчал по монашескому дыму плыл и теперь кому-то стал рассказывать и теперь тот другой записал а потом уже через два столетия только будут рифтовать то есть это такой слоеный порог что пирог что спрашивает даже не о чем что ручаться за ее биографию абсолютно нельзя ну так что теперь я на сразу же пошла и кажется сама себя обкупнулась я крещеная пришла при честности и больше еще не знаю два или три хлеба взяла с собой в буханке и пошла в пустыню и там 47 лет она теперь подвязается как где такой путь указан нигде а почему она решила так монашество это богу угодно чем грешнее тем труднее должно быть раздеться на болоте лежат чтобы комары тебя заедали ну и прочее со змеями на кровати спать это были такие и вот она теперь 47 лет подвязается и каждый раз вот сегодня будет считать завтра будет считать житием Марии Египетской во всех храмах зарубежных дореволюционных и за 15 столетий ни один человек даже не пытался ей подражать а как ей подражать то а в чем подражать где она в пустыне и на 47 лет меньше то никак нельзя подражать ты должен туда идти это полвека почти он ее какой встречает ну а дальше вся какая биография вот он увидел что она у нее левитация это называется по научному говорит она локоток выше она над землей висит было так или померещилось мы ничего сказать не можем и 1500 лет при чтении канона ни разу не было прочитано житье Марии Магдалины а Мария Магдалина называется апостол для апостолов почему так она прибежала апостолам сказала благовестнице а они сидели там прятались за закрытой дверью на рыбалку собрались Петр говорит я иду рыбачить и я с тобой и она разбила все эти оковы и сказала я его видела видела я его и с ним разговаривала там мой ровуней воскрес почему я говорю не считаете Марию Магдалину она пошла говорят до Теверия дошла до императора поверим в житие Мария Магдалина сколько стихотворения поэты посвятили ей как Бастернак Борис Леонидович а сколько Марии Египетской да ни одного чего там воспевать ушла корешки рвала замерзала жар жег ее и все ни Евангелия ничего нет она ничего не знала ну из блуда в великую ироданную дальше пошла ну где у нее оглашение было нет это говорит о том что в то время все уже размазано было да ее из этого блуда пришедшую епископ он говорит не меньше трех лет должно быть это не я говорю повторяю не я от трех до пяти лет ей три минуты даже не дали покаяния как она понимала так ушла но она вдруг поняла что это плохо ну неужели хорошо никому не понятно князь Владимир когда к крещению подошел у нее две тысячи было у Соломона тысячу женщин но у нее две тысячи и он понял нехорошо вроде бы нехорошо а вот у тебя две тысячи было Ярополк его брат родного убил его чтобы завладеть женой и стала две тысячи одна и теперь он по-другому стал шупить перестал да нет веселья русского человека пить князь Владимир равноапостольный я не против так и пускай будет но где равноапостольный где какому апостолу мы знаем 12 и 70 но конкретно равный какому апостолу не знаю он Евангелие стал насаждать нет конечно ну а монахи приехали при нем приехали а что они привезли если они привезли я понимаю сундук ладана это обязательно мира мазать это обязательно ну если тогда были эти покрывала покойникам отобедали и спросили дальше штыковые лопаты кирку лопату заступ и пошли копать киевские горы пещерное сразу же началось мы ничего больше не получили кто хочет опровергнуть опровергайте как вы осуждаете не я осуждаю библия осуждает если ты уверовал иди и благовествуй бесноватого христос исцелил он боялся если я отойду от христа демон меня войдет а христос говорит иди и возвести что бог тебе и он пошел он говорит иди домой он не пошел домой а написано и пошел по городу возвещать все первая миссия так он бесноватый вот это и удивительно чистое место освободилось и семь злейших в него не войдут а тут с детства верующие и семьдесят семь злейших ворочат человека любую ложь примет веру да я верую как вернуть когда это ложь все лживое истинный христос только ясен путь истинной жизни сколько до меня было их а не волки и разбойники а их много приходило как Иосиф Флавия описывает восстание барков бы было у него учитель был рабе киби подняли восстание чем это закончилось они их знали они их чтили они любили и вот мы теперь вот это все отдаем дорогому нашему брату подготовься вот три положи третью найди еще раз говорю три и разбей их по четыре четвертую часть сколько у нас здесь получается четыре дня ну там по четыре а теперь на три разбей каждую четвертую часть то есть одну двенадцатую часть одну двенадцатую каждый день считай и с одной с другой с третьей и получится целиком тебе понятно приходи помогает все он хочет читать он чтец я тебе говорю все понятно да все пожалуйста но только я желаю чтобы вы вдвоем это делали один другому подскажет вот который канон сначала послать и этот и разбейте разложите по страницам не смотрите где заканчивается сколько здесь страниц 40 страниц ну разбей на 4 часы 4 до считать по десятке заложили все первый день считаете вы каждую разбейте на 3 части потому что считать на 4 часть а мы хотим сделать в трех видах три ступеньки но каждую ступеньку вот от сколько за состава страниц ну на 3 части разбирайте так тот церковный канал тоже читать обязательно покаянный покаянный первая ступенька вторая благодать то есть одну песню отсюда отсюда опять отсюда опять оттуда отсюда вначале просчитайте все что требуется с покаяния потом отсюда и оттуда не надо только один раз в руки взял покаяния он отошел благодарствия тоже отошел а на завтра придете во вторник опять вторую часть вы же на 4 части разбили 4 дня будет считать хорошо потом еще поговорим да что тут говорить это я каждый день считать поровну что непонятно 40 страниц поскольку я сразу понял 40 страниц по сколько подождите натик вопрос поскольку по 10 по 10 по 10 вот так и разложили по 10 здесь считаешь 10 здесь тебе сейчас считать не надо будет это по 10 будет считать последний день вот эти десятка которые это ее надо растянуть на 3 на 3 десятку эту чтобы у тебя получилось 10 страниц три с половиной страниц и считаешь из покаянного где он закончил то есть их подряд прочитать потом этот подряд этот подряд теперь их из такой то чтобы три страницы получилось на чем окончился песни девять восьмая и здесь теперь считаешь восьмой до конца чтобы получилось ну в общем и получится тебя допустим 10 страниц 10 страниц все второй день тогда другой страница опять же передвигайся так же и наконец последний день все закончилось но когда-то это на 3 части разбиваю ты все понял да понял что все сами делали не понял серёж ну а ничего я вам объясню все теперь вместе вы будете пойти она поняла тоже я повторять не буду уже два раза ты где-то на другом месте плыл ты все понимаешь такие вещи делать собирают людей а тут не понял все кто понял подними руку ну вот на помощь каждый год же так делал каждый вот тебя делал то ничего не знаю так все пошли так все это ему теперь я не главный сергей когда борцы борются два этих которые боролись подходят а посередке рефери он берет и этому руку поднимает который победитель ты и поворачивается его так вот показывает на него чтобы никто не думал и поворачивать народа и вот так пальцем палец держит что это победил федя все чувство покаяния которое было у давида 50-й псалом здесь у андрея критского запрожанного а у нас таких наворочено и за давида и за все будем каяться мы такие есть первое послание фессалоникийцам святого апостола павла 5 глава 1 стих а временах же и сроках нет нужды писать к вам братья толкование излишне и бесполезно знать времена и сроки конца в этом читаем книги деяния 1 глава 7 стих даже и апостолом господь не открыл этого когда они подойдя спрашивали его но павел из неизреченных слов там бубнить то это но павел неизреченных слов 2 коринфянам 12 4 может быть мог знать и об этом 1 фессалоникийцам 5 2 ибо сами вы достоверно знаете что день господень так придет так придет как тать ночью толкование под нём господним нужно разуметь как общую картину так и частную кончину каждого ибо и это последнее неизвестно когда наступит для каждого и это полезно для нас по многим причинам во первых потому что если бы человек знал свой последний час то он стал бы беспрерывно совершать всякий грех а потом к концу жизни приступил бы купели во вторых потому что многие если бы узнали что завтра умрут причинили бы своим врагам бесчисленные бедствия или просто с отчаяния или из желания насытиться кровью врагов своих чего теперь не бывает благодаря тому что их удерживает страх смерти и любовь к жизни кроме того люди привязанные к жизни могли бы умереть от печали если бы узнали роковой час своей смерти наконец и праведники подвергаясь опасностям не заслуживали бы такой награды потому что казалось бы что так как они знают что умрут и не теперь а после стольких то лет то поэтому и не щадят себя ныне же когда неизвестно перенесут ли они опасности а тем не менее они не щадят себя добродетель их несомненно подобно как и три отрока еврейских потому больше заслуживают удивлением что они не знаю точно спасутся ли от огня все-таки не поклонились идолу книга рука даниила 324 и так кончина наша как тать ночью вы знаете об этом фессалоникийцы и из того что к сказал господь не знаете который час господь ваш приедет матфея 24 42 вот у человека смертная болезнь и врач знает что ему осталось там два три месяца жить и многие врачи не говорят а если там родственникам то только сам одному там не правильно это делает правильно конечно нет в америке везде и говорят сразу ему дают вот строго начинает заботиться завещание сделал а это до последнего народ что-то лучше говоря еще нет и все как тетр первого то царство передаю рука упала и за теперь начинается катавасе ну надо знать ну вот был в горько вместе он знал когда умрет жена на календаре победил умер с такой осторожностью подходил к этой цифре боялся на ее смотреть ему открыто было ну открывает господь иногда а иногда а тем более речь касается смерти тут может и от бога быть и последний день календарину пошел уже сидит но во сколько то не сказано было пошел там за хлебом приходит она там мертвая как это жить можно а для верующего ой наконец-то каждый день приближать ближе всем простить всем скорее все раздать ну раз сегодня я умру о чем разговаривать то верующих наоборот этот все равно мне погибать за собой больше утащу сказали ему спидом болен и сказали и он старался как можно больше людей укусить укусил значит со слюной пошел туда и вот как на вы как считаете как бог установил и иным он открывает а иным нет и открывает иногда вдаль как языке пришел исайя посмотрел и говорит а я ты не выздоровеешь умрешь на чё больше делать-то лекарства нету вышел и пошел узнать еще было он повернулся стенку уткнулся и заплакал господи вспомни как я старался этих идолов было я их все порубил пожог пророка всех порубил для тебя господи старался я людям рассказывал о боге и плачет а этому только эти сайта бога стой надо отменить что я сказал раньше господи да ты же верный слою стою лучше так сделать вернись назад пусть он попросит знамени что поверил вот так плачет и правда хороший а вон там растет лопух совы его там лист мог вот и приложи ему того смогу то ни при чем когда бог уже назначил вот так и взял зашел и говорит открылись от стенки на смотри сюда счету так уж паникуешь что бог я попугал только еще это не будет не будет не будет а насколько лет насколько вот солнце повернет а как повернет не знаю на тебе как нашел она шла так солнце или назад ну так так же деньги по ступеням идет пошел назад ступени были по сегодняшний день не знать что это поворот земли замедлился медленно солнце никакого отношения к этому не имеет солнце там 150 миллионов километров но но не солнце же это пошло назад куда-то и все и тень отшатнулась и пошла по ступеням 15 правда еще и лежу то здоровый и что а тут послы за стиль это а ему ход охота показать как бог нас любит евреев то вы не смотрите что я такой у нас хорошие отношения у нас сбербанке ты знаешь сколько денег то лежит а вот зайдите у меня сколько и показывает золотые слитки пророк вернулся и говорит кто у тебя был то да спасли но и что я все показал это все уйдет к ним не из-за того что показалось за того что народ грешит и разграблена будет страна и весь золотой запас в америку течет и в израиль семьдесят два года пропали что работали на этих ледоведов но и все так было надо научиться в этом вычинять самое главное самое главное это довериться богу ему он сказал на 15 лет но не то сейчас он не знал и не думайте в какое время придет и как толкует ну женщина ходила беременно знаешь а ты знала когда родишь нет бывает игра и где-то в гостях ой и все ну как у котовского григория то она ждет его на разбойник бандит а тут стал командир дивизии кому не комкор кому не командир корпуса на генерал лейтенант можно было сказать то это а его старый товарищ еврей подкараунил вечером идет домой и вот застрелил его а потом сам пришел к жене жена рыдает плачет это я застрелил и властям сдался и что главное так военное время и не расстреляли почему угодно было стали но это говорит а фрунзе операцию довольно нормально не 5 колол бог и врача видимо дал указание его грузе ушел вот как а знаешь когда умрешь не знаешь знал бы говорит что-то по-другому делал и жена его показано у гроба там на кладбище у ней родовые схватки начались на тут его родила мужа похоронила и на могиле родила это тоже поэтому нам нужно довериться богу откроет откроет нет значит нет мы считаем молитву ложусь в гроб вот мне смерть предстоит ведь мне гроб предлежит грешу дискать а суда не боюсь в вечерней молитве каждый раз святые отцы заложили это чтобы прощались жизнью всегда каждый вечер прощались ложимся в постель как в груб а утром встал как воскрес заново здорово а у нас постели у тебя же раз к я капюс поет постелька моя да ты меня дождалась за день то такая ты у меня хорошенькая постель а у других нет и я с головой а володя скорее свет выключает там с компьютером сидит чтобы меня не потревожить только лег спать вставать надо уже 1 час 2 час скорее за компьютер но дальше молитва интересная жизнь идет ну поехали 1 фессалоникийцам 5 глава 3 стих ибо когда будут говорить мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба подобно как мука родами постигает имеющую в очреве и не избегнут толкование так как оскорбляющие фессалоникийцев проводили жизнь в удовольствиях то апостол утешает теперь верующие говоря не думайте что они избегнут наказания придет и им погибель неожиданная погибель тяжелая и заключающая в себе много горести подобно мукам рождающей женщины ибо если придет или я и антихрист почему же павел говорит теперь что погибель застанет их внезапно потому что антихрист или я знамение общей кончины пришествия же христова еще нет она будет внезапно и неизвестно когда обрати внимание на на сравнение с муками рождения ибо и там женщина знает что она родит но когда именно этого еще не знает оттого многие женщины ничего не предвидя рождали и через семь месяцев и в дорогах и как они играя и смеясь внезапно подвергаются невыразимым мукам так и души тех которые ныне проводят жизнь в забавах с наступлением того дня никак не избегнут мучения идем дальше ну вот у вас у кого-то были такие люди которые вот так внезапно умирали а кто-то оставался говорил что они думали видели мне сестра моя родная говорит знаешь вот эти у нас жили там называют максим там бялков кто ну конечно узнали бригадир был до конкурт только что умер недавно лег говорит и говорит я умру сегодня счет это вроде бы не болел еще я умру и после обеда лег и умер а у него говорит козленок был и собака хозяйство это небольшое были собака на шаг не отходит подошла руку лежит и все и к вечеру сдохла козленок блеял блеял не он еще говорит тоже сдох и еще нету притом это человек который пил курил там матерился но я его знал тогда когда он был бригадиром а вот такого сегодняшнего когда он умер я не знаю но это тоже интересно сразу пришли как мы считаем серапио написывает ануфрия он пришел далекое долго искал его а тот выдал когда его так бежать он вычет испугался только то я человек это я просто одежды нет и мне куда волоса такие он идет или волосы как волосы как у гориллы висят такие волосы он испугался не бойся вот 70 лет как я не видал лица человеческого церковь его будет там она прям великий вылечать но ему сильно понравился потом дальше мы читаем как марк франшин также было понравилось пальмы растут рядом он берет ручей течет родник он говорит здесь нельзя оставаться это для меня бог сделал пустыня а ты уходи а он его уже хоронить и думает вот неплохо как бы пещера есть намоленное все и вдруг ветер че протяка нету засыпала засохли пальма пещеры и уносит тут оставаться ничего и не эту повернуться пошел как бог делает вот а вот не ура устинова вам рассказывала Про своего свекра Когда он тоже собрался умирать И говорит, я умру Она говорит, ой нет, отец, погоди Как она его назвала, не помню Погоди, я еще, давайте я уборку дома сделаю Все приготовлю Тогда только отойдешь Ну так и было Он говорит, ну ладно Знаем такие истории, чтобы к себе применяли У меня бывает что-то где-то Колеток, неужели в это время Я знаю Епископ один, подпольный был Работал дворником Никто не знал, что он епископ Я с ним близко был знаком И потом я приехал, а его нет Так он умер, как внезапно Сидел, говорит, и он смерть почувствовал Он говорит, соскочил, говорит, ты сразу к иконам Упал, поднял руки, господи Прости меня, священ виноват Повернулся, упал и готов Какая смерть, как Серафима Саровского Свечка загорела Там догорела Не погасла Загорелась Как стоял, так и есть Есть такие, которые умерли Подходят, он так и есть Про одного пишут Он все время сам бенный был такой Веревки вязал И когда умер, руки зажали Веревку у него мертвую Не могли разогнуть Так веревку, конец обрезали И в этом похоронили Урок положить, а он крючком таким То есть всю жизнь провел Вот в этом состоянии Видно, хотя и говорят Мертвую могилу исправят Обычно они выправляются А тут, видимо, и выправлять нечего Срослись позвонки Я к тому говорю, что В труде, когда застану В чем застану В том и сужу Вот эта мысль Очень ценная А если не в том Ой-ой-ой, да лучше мне родиться Совсем не родиться 1 Фессонкица 5.4 Но вы, братья, не во тьме Чтобы день застал вас Как тать Толкование То есть вы не ведете Темной и нечистой жизни Итак, что же Уже ли кончина не настанет Для них Неожиданно Хотя бы они И не были нечисты Настанет неожиданно Но не принесет им Никакой скорби Ибо и вор не может Сделать никакого вреда Бодруствующим И имеющим свет Хотя бы и успел войти к ним Напротив Находящихся во тьме И спящих Он обирает совершенно И уходит 1 Фессонкицам 5.5 Ибо все вы Сыны света И сыны дня Мы Не сыны ночи Ни тьмы Толкование Как сынами гиены Называются делающие Достойные гиены И сынами противления Непослушные Так и сынами света И дня Называются те Которые делают Дела света Мы Не сыны ночи Ни тьмы То есть Греха Понятно Ну а как узнать Сыны ночи Или не сыны Кто сыновлял Если сыны Значит отец должен быть Мать должна быть Вопросы надо ставить Мы не сыны тьмы А какие сыны тьмы И увидят Что мы не такие Какие Почему-то однажды Господь сказал Ваше время Говорит и власть тьмы Власть А если власть тьмы То она и рождает И получается Сыны тьмы Вот теперь уже Легше разбирать Ваше время И власть тьмы Надо все время Под вопросы Задавать И как понимаешь Как слышал Как видел Как считал И старайся войти Именно в реальность А не так Что я не принимаю Я не принимаю Так ничего тогда и нет Все опровергать Если будешь Тогда нет Ты опровергать можешь Тогда когда твой довод Сильнее Правдивее И люди видели Что это не так Нужно быть готовым Каждый день к смерти А тот говорит Да что Так как жить-то Я говорю Я ходил на работу В 80-м Вернулся До 86-го года Это все-таки Пять лет сплошных За пять лет Я не на работу Никуда не пошел Чтобы с собой Не взять сумочку В церковь иду Беру У меня бельишко там У сухарики лежат Я все время был готов Если меня арестует Дорога или как-то Да как это Жить в таком напряге А который За границей Как Рихард Зорги Как они жили Ну по порядку Да были Это вспомни Он же женился Все И жена не знает Как этот Милорс Туруа Рассказывает А он Журналист Ну и с одним На охоте там был Я там в Мексике Или что-ли Говорит Ну ты думаешь Кто я Ну наверное журналист Нет А кто по национальности Как туда Мексиканец Я русский Я коммунист Он его завязывал Без ножа Во-первых В речи Нигде нельзя узнать Знает Пословицы Поговорки Все говорит Но он не был шпионом А если был шпионом Ты это все понимаешь Это все время По лезвию ходить Как смотрят Как сказали Вот вчера У нас было Вот как выйдете У нас тут видно Старый Раньше гусек был Для проводов Железный Прямо Ну напротив Кощегарки И осталась труба Одна железная Приходит один человек И говорит У вас что-то тут У трубы неладно Да это из-за снега На крыше снег здесь Чтоб на голову Ну суны дня Суны тьмы понятно Кто кто че Понятно Что ты хотел Суну объяснить Вот как можно Подъясняйте мне Что христиане Которые приняли Иисуса Христа Как своего спасителя Через которого И приняв крещение Через которого Приняли и Соноследство Стали сынами А он сын Божий И мы стали Им христиане Становятся Как соноследники Сынами Божьих Сыны Да дети Божьи На всех счастливы На всех счастливы Дети Божьи Да Бог Свет И Он Стали Сынами Света Да И посвященный Евангелием Словом Божьим А во тьме Которые Ну которые Не познавшие Не познавшие Они тоже чьи-то дети Они тоже чьи-то дети Дети тьмы Ну да Дети тьмы Тьма Это понятно Что есть свет Есть день Есть ночь Да Так же и Христот Говорит Ваш отец Дьявол И вы исполняете Вы хотите Исполнять Самую волю Отца вашего Прихоти То есть как узнать Кто чьи прихоти Исколняет Тот тому и вера То есть То кем побежит Во тьме Значит Во зле То есть В грехах То есть Это дети Дьявола И мы Будучи Были Детьми Дьявола Через крещение Дальше Мы отреклись От этого Отца И установились В спасании Крещения В спасании Отцу Небесного В чине Крещения Когда Священный Готовит Крещению Он спрашивает Отрекся Или от сатаны Три раза Отрекся Дуни Пью Не так Чин отречения Дьявола Вот Кому раньше Служили Кому не было Идя Можно вопрос А вы в деревне Не читали По трем ступеням Разу Ни разу Не читали Нет Церковный канун Батюшка Если читаете И все Там батюшка Там батюшка Я помню Что Эдна Тихом Звонила Много раз Попросили Нет Мы читаем Мы здесь Там батюшка Ну да Ну не может Ему нельзя Так Идем дальше Ему тоже Надо понимать Первый Фиталанкиц 5-7 Ибо спящие Спят ночью И упивающиеся Упиваются ночью Толкование Отца Яна Суворова Поклон Просит прощения Я выгнал тоже Мало ли еще Тут у нас было За что захватить И мы у него были И у его брата Ставка была Ну ты знаешь Все хорошо Оттолкование Спящими Называют Здесь апостол Во зле Пребывающих Как неподвижных На добродетель И погруженных В мечтательные Прелести Таковы Действительно Дела Настоящей Жизни Нисколько Не отличающиеся От сонных Мечтаний Далее Опьянением Называют Не одно Опьянение От вина Но и От всяких Страстей Как выводящая Человека Из обыкновенного Состояния И омрачающая Владычественная Души То есть Ум И так Вам не следует Быть таковыми Ибо вы Не сыны Ночи И тьмы А сыны Дня Через Крещение И восприятие Иго Заповедей Божьих Есть люди С претензиями На больше Один на меня Нападает И везде Подписывается Свет Христов А там Геенская Тьма Не одно Слово Правильно Не пишут А злоба Страшная И подписывается Свет Христов Был один Человек Кто Стал Известным И организация Их там И целая Была Воля Божья Это Так Назов Царь Иона Фантео Подписывался А его Как Брякнули Сейчас со всех сторон Исчез Как будто Никогда Не было Что-то Провокаторы Сергей Козлов Лежит Парализован Ему Бог Это Открывает В людях Он Прозрительный И он О нем Об этом Он сразу Сказал Больной Нигде Не ездит А Бог Все Открывает Он С вами Сравнился А считает Членом Вашей Общины И мы Таким Ж Считаем Вот Как Бог Делает И Вот Это Предузнание Все От Бога И нужно Чтобы Бог Просвещал Народ Свой Доверились Богу Православие Сегодня Безвыходное Положение Или Признавать Что есть Не так Или Выхода Вообще Нету Теряют Людей На каждом Шагу Ни за Чего Сапицы Прямо Ну ни на чем Вдребезг Разносят Нигде Я не встречал Чтобы Мусульмане В интернете Между собой Так Здесь Что-то Не так По нему Совсем Не так Вот мы Делаем Пруд Там Костровый Пруд Я доски Таскаю Там Все Но Володя Снимает Что Там Этого Старика Загнали А сами Где Смотрят Мы На костре Сидим Секта На костре Сидим Секта С ребятишками Ягоды Собираем Ну ролик Такой Секта Почему Дворкин Это Итатья Вот кому Надо просить Прощения Он Натравлил Натравлил Всех Людей А как Повредило Вам Вопрос Никак Когда Меня В Америке Спрашивали Как вам КГБ Повредило Главное КГБ Меня Арестовали Но мне В этом Польза Была И у нас Хорошее Отношение Мы Перезваниваемся Какого зла Не сделал А меня сделали Известно Вы меня Пригласили А так Меня никто Не узнал Кабани Я молюсь За них Каждый День 1 Фессонкийцам 5.8 Мы же Будучи Сынами Дня Дотрезвимся Облегшись В броню Веры И любви И в шлем Надежды Спасения Толкование Недостаточно Бодрствовать И трезвиться Следует И быть Вооруженным Ибо Кто Бодр И трезв Но Не имеет Оружия Того Тотчас Могут Одолеть Разбойники Сказав В броню Веры И любви Апостол Указал Этим На догматы И Праведную Жизнь Что Собственно И значит Трезвиться И следует Не просто Иметь Это Но как Броню Ибо Броню Ничто Не может Скоро Рассечь Напротив Она Составляет Нечто Вроде Оплота Для груди И Ни одна Из раскаленных Стрел Дьявола Не коснется Она И теперь Заповедует Приобретать Вот Смотрите Слова Надо Маленько Заниматься Вот Я Буду Назвать Слова Лев Это Хорошо Или Плохо Золотом Золотом Хорошо Или Плохо Посто Хорошо Лучше Молитва Хорошо Лучше Употребляют Ну Другой Дьявол Сатана Понятно В любом варианте Это Не друг А то Слово Такое Его прямо Употребляют Чуть ли не целуют Такое Слово Нравится Я когда Стал Говорить По писанию Писание Употребляется Допустим Упоминается Девять раз И всегда В отрицательном Плане Всегда Этим Словом В положительном Смысле Герберт Уэллс Назвал Ленина Я уж Подсказываю Вам Как он назвал Назвал Самый положительный А это оказалось Самый отрицательный Теперь Именно благодаря Этому слову Ну Не знаете Не буду томить Мечта Мечтатель Мечта Это Самое Скверное Слово И Бог Положит Скверное Мечтателе Послание Иуды А как Я намерен Был так А ребенок У меня Он мечтает Стать Инженером Мечтает Стать Космонавтом Я воде Печь Делаю А ребятишки Крутятся Рядом А сосед Пришел Чтобы Взял Печку И спрашивают Спрашивают Ребятишек А пацан Большой Уже Там Лет Десять И говорит Ты кем Хочешь Быть Я Космонавтом Он говорит Нет Ты будешь Пьяницей Как отец Твой Ну Отец Какое Такое А я А девчон Да я Артисткой Будешь Но это Похоже Это Да И чтобы Она Такая Была Как пишет Золотухин От которой Он нажил Ребенка Какая-то Фамилия У нее Чуть не Ландау Я первый раз Иду И слышу Сидят двое Разговаривают Тоже Артист А это Чья Б И все То есть Заранее Уже Знаю Чья Это Б Должна И все А мечта Это Плохо Никогда Не употребляйте А как Желание Намерение Я специально Исследую Слова Иногда И совершенно Неожиданно Выявляясь Вот я говорю Вчера для меня Кончилось Тем Что я впервые Узнал Ну там Благодаря космическим Аппаратам Летает Они сняли Что над землей Вот эти вот Полосы идут В разных направлениях Куда шар попадает И вот туда и тянет И бывают такие Которые идут Кверху идут И прям рядом Идет вниз Если он попал Это его прям туда Засасывает с высоты Корабли-то теряются Бермудский треугольник Ну вот в Америке Смерть И вот почему он Долетел-то Долетел-то И долетел На 13 дней Меньше Почему Или там Сколько 11 дней Нет На воде Он 11 дней Летел 11 Да Почему Потому что Ему все время Сообщали Какие там Идут Куда течения Воздушные А их Нельзя Никак узнать Только аппаратура Космических кораблей Они может С людьми Или без людей И мечтать Не надо Надо Конкретно У меня есть Желание Есть задача А кем ты хочешь быть Николая Ивановича Пирогова Хирурга Спросили Кем хотите Чтобы ваши дети Были Он говорит Человеком Это самое высшее Звание Человек 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 Век Направлено Чтобы так Он жил Как Сколько Человек А это Не Человек Когда люди Развратились И Бог Увидел Что Растлилась Земля Каша Людей нету И землей Назвал Человек Дон и так Из земли Это мы думаем Так вот Я такой Губы Надылся Показал улыбку Но через год Раскопает А ничего Нету Показывает У Котовского Мавзолея Было Немцы Пришли Сломали Все А труп его выбросили Забанзамированный Но теперь-то он гниет И только лежит Один череп И сверху Какая-то Грязная тряпка И все Больше ничего нету Убивал Блудил Изменял Еще нету Кто царя стрелял А это Вот В этом году Будет уже Столь от революции Никого нигде нету Все уже На суд божий Поэтому Надо заботиться Что завтра Меня не будет Какой след Остан Вот побеждал Побеждал Я говорил Сегодня Вемельянник Но умер Да думайте Кого он победил И они о нем Скажут Ой Как теперь Будем жить Кто нам морду Набьет Наоборот Скажут Наконец-то Окоченел Паразит Как он дрался Сильно Мне как руку заломил Так и болит Рука Ну я понимаю Если зло сделал Ну а тот был Федя По морям плавал Че он там А акула только Сожрял Ведь не могла Его сожрать Там дорогой Я просто Озвучиваю Ну а кто Ну был он Ездит От меня Не холодно Он ничего не добавил Никаких исследований Не произвел Никаких Он греб Он как машина Сидит 18 часов Мы еще раз смотрели А у него сиденье Такое еще Движется под ним Чтобы задницу Тут и не стереть Он Меня тронуло Меня тронуло Вот это вот Я вчера новое Открытие для себя Сделал Я этого не знал Этого не было Когда я изучал Что о космосе Никто этого не знал Почему Этих исследований Не было Они совершенно новые Новые Почему те погибли Которые Они не знали Их никто не говорил Они попадали В эти дербулемцы Две которые рядом Их начинает Заворачивать И несет А ему сообщает И говорит Переходи дальше Опустись ниже Ему команду Это из Москвы Он один раз Выходит Это на На реке А здесь он постоянно был Я их путаю То на На океане То вверху Главное вверху До 400 км Воздух Тянет Полоса Я даже Не знаю Правда нет Средняя скорость Сегодня было Где-то 170 Что ли С такой силой Этот пузырь Его не сломан Мечтать не надо А он говорит Я мечтал Встать Ну как На воздушном шаре Вокруг Кто там написал Это Жюль Вернер Или кто Но ему даже Не снилось Что кругосветное На воздушном шаре Он совершенно Не властит Куда хочешь А куда воздух тянет И оказывается Туда тянет Поднялся выше И его пограло туда Я иногда Потеряю Не видел Облака Низко-низко идут И так тянет А вверху Высокие облака Стремительно идут В том направлении Но это Редкое явление А вот именно наверху И невидимый воздух И как там обнаружили Когда на Луну спустились Первый там был Джейм Сирвин И он оставил там Библию Я не знаю Что такое Тартановый переплет Но какой-то Особый переплет И с собой брали Причастие Совершили первое Причастие А второй Который был там Кажется Он написал имя Своей дочери Там Которая пыль И говорит Сотрется Вот это вот у него Только через Сто пятьдесят тысяч лет Засыпет Ну Узнали Количество пылинок падает Насколько А что бы я спорил Еще мне это даст Так Иначе Попросили час всего Провести сегодня А? В связи с вечерним Богослужением Час провести всего Попросили сегодня Ну все на этом Слава Богу Так Ты поедешь на машине? Да Домой, да Оттуда Кого можешь Надо узнать Кто далеко У кого трудно С транспортом Довести до дому Сюда привезти? Нет В Покровский Ну зачем сюда? В Покровский Ну сюда ты привез Дальше еще Из Покровского Нет У меня-то там В Покровского Я развезу Машина забита Это я рассказывал Может знаете Батюшка Православных Познакомился С Аксентом И говорит А как ты исповедуешь? Ну как Подходит Говорят Говорят Я накрываю Воины Отца и сына Святого Духа И все Но она говорит Ну бывает Говорят Тяжкий грех Ну и как? Да никак Ну а ты узнал Как она сделала? Нет Надо узнать Перерезать это Посоветовать надо А у них же Остается исповедание И она стоит Допустим Сегодня Полторы тысячи долларов Избушка такая Решетчатая И он не видит Вот так вот Решетка Ему дышать Это есть Человек подходит Тут ступенька повыше На коленочке становится И батюшка Я такая И он ей дает совет Расспрашивает Он не видит Он никого не видит Батюшка православный Послушал Действительно И решил так Исповедовать И вот она подходит И я вот это Своровала Он раньше бы накрыл Ее там И пятимью дала И три поклона Сделала там Или еще Ну больше Что еще батюшка Не знаю А что ты своровала? У кого она говорит? Да я говорит Прислуга работаю У барина говорит И часы своровала Батюшка Что же вынесла спросить? А как ты их вынесла? Сначала спросила А сколько часов? Она говорит Маленькие у барыни были такие А другие Говорит Такие Не на стене А на полу Стоят Выше роста человеческого Идут там Гремят А как ты? Я говорит Проглотил Он говорит А какие? Может все часы Которые больше тебя Ростом То есть еще Лучи Да Предсказки А так как Лисков описывает Не я придумал Ну да вопрос Это надо Хоть маленько Чтобы по делу Как ты? Двое часов Бывают такие Интересные Слова Никогда Говорит Я нигде Так не смеялся Как в церкви Я говорю А что случилось? Ну а дальше Начинают говорить Вот такие дела Это Михаил Ардов Там еще один пишет Они об этом описывают На Исповеди Где такие вот слова И не знают Я думаю Смех-то смех Но Они такие Это потому что Вы их не научили Ну вы могли сказать Исущим в ограбе На Покромском соборе Тут прямо Валя Шитикова спрашивает Вот вы сейчас пели Исущим в ограбе Живот дарова Что такое? А бабка говорит Сушеный воробей Да какой же воробей-то там? Сушеный воробей Воскрес Она правда еще до его ждет Ну он говорит Гляжу 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 Во время службы На новый храм Произвали Ты гляжу 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 Какая-то суета Что-то Я спрашиваю Дьякона Что такое? Ну это у нас так Ну что там такое? Ну вы же сейчас Пропели Пропели-то Отвержен Всякое земное Попечение Ну вот Ну тут покупают Печенье Кладут И все Подной печенюшки Берут Подходят Попечение Попечение Это нигде Невозможно Такое Как у нас Учить надо Вы что Все Все Достойно Истину Блажите Тя Богородицу Пресноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Без сравнения Серафин Без истления Бога Слова Росшую Сущую Богородицу Семья Без истин Без истин Без истин Научи нас каждый день и час считать последним. Готовимся к встрече с Тобою. Мы так нуждаемся в напоминании о небесном, чтобы земное не окутало наш разум, мы не осуетились в умствовании своих. Ты даешь нам это единение в мыслях по слову Твоему. Хвала Тебе. Распусти нас с миром. Тебе Божья слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей. Господи, всемогущий Создатель, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Боже, дивный и любящий наш Отец, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедших нам молиться, о них. Ты возвратил нашего брата Яакима, и о ком мы молились, сестры здесь с нами, слава Тебе. Благослови болящего, парализованного Сергея, дай ему силы все перенести. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию.